Девушки отдыхают Наш прямой эфир по телефону 202 11 22 Творческое объединение Индиго Наше творческое объединение, которое сегодня будем здесь в эфире Вам о нем рассказывать, показывать И, конечно же, делиться чем-то интересным, полезным и нужным Ну и для вас традиционно у меня заготовлены подарочки и сюрпризы Чтобы вы не скучали Во-первых, это пригласительные билеты на премьерный спектакль «Кроткая» В Театре «Самарская площадь» уже 6 февраля состоится премьера Ну а мы разыгрываем на 7 февраля Если есть желание сходить, развеяться, проникнуться к прекрасному, приблизиться Звоните Ну и для всех любителей альтернативной музыки Наши местные ребята Группа «Онзе Гоу», которые уже перебрались в Москву Но и по-прежнему, как так вот, не забывают родные места Приезжают с большим удовольствием Здесь у нас дают концерты Вот также мы вас приглашаем поучаствовать в розыгрыше билетов на их выступления Ну что, с большим удовольствием я для вас сейчас буду представлять наших гостей И это как раз-таки то самое творческое объединение Индиго Давайте знакомиться С нами здесь, ну, они будут улыбаться и, естественно, вмахать вам Чтобы вы их разглядели сегодня Девушки, как на подбор Практически, ну, не в единой цветовой гамме, но старались Наталья Мельникова Свободный художник, архитектор, дизайнер, преподаватель Дальше с нами здесь сюжетный дизайнер Художник-папье-импрессионист Елена Лазарева Здравствуйте И декоратор, дизайнер, художник Ольга Банкетова Здравствуйте Ну что, у нас как так сегодня начало недели Все обычно с понедельника, да, что-то начинают Как-то новую жизнь творить Что-то делать, может быть, бросать, курить, идти в спортзал Понятно, что нельзя в один момент стать творческим человеком Это как-то идет, развивается и так далее Вот ваше творческое объединение Наташа, что представляет собой на сегодняшний день И с чего начинали? Ну, это как бы союз художников В какой-то момент пришли к тому, что уже по отдельности Стало как-то, может быть, некомфортно нам творить, так сказать Мы решили объединиться, потому что хочется охватить достаточно большую аудиторию, да, целевую Которым хочется помочь в исполнении каких-то подарков, да, в мастер-классах, в обучении Также у нас мы организуем свидания какие-то такие интересные Свидания с чем? С творчеством или? Нет, свидания, если, например, молодой человек хочет для девушки сделать какой-то... То есть такой подарок-сюрприз получается Да, то есть многие как бы не могут каких-то собрать идей И организовать это свидание А мы как раз помогаем, то есть подкидываем идеи и организуем под ключ То есть начиная, например, от создания образа этой девушки Если это парень организует, например, 14 февраля, 8 марта близко И уже в дальнейшем, то есть после создания образа девушка из парикмахерской там из салона красоты выходит И идет уже в то место, где захотелось бы этому молодому человеку организовать свидание Это может быть неожиданное место и на крыше дома Да, сейчас зимой очень неожиданно Ну, я имею в виду зимой это понятно, но в летний период весной как раз это будет актуально Была такая практика у вас уже, да? Ну, пока еще в Самаре не было, но как бы я думаю, что это все можно охватить и сделать креативно В общем, каждому клиенту, как бы каждому человеку будет индивидуальный подход И может быть даже можно не знать, что ты хочешь Просто пару фраз, какие-то общие направленности мы уже сможем организовать так, как надо В то же время, например, подарок, да? Многие люди хотят подарить какой-то красивый, креативный, эксклюзивный подарок, уникальный Но не знаю даже, просто можно будет рассказать человеку, которому будет дариться И мы уже тоже создадим то, что нужно будет Да, лучший подарок это подарок, сделанный своими руками И руками тех, кто это умеет делать хорошо Ну, а с чего вы начинали, к чему стремились, с чего? Ну, вообще основная деятельность, это я архитектор-дизайнер Как бы дизайнер по интерьеру, архитектура, да, строительство И в какой-то момент, то есть, роспись стен, естественно, пишем картины в интерьер Какие-то создаем именно вещи интерьерные И уже из этого всего родилось, как бы, то, что стала необходимость Как бы еще одно направление профессиональной деятельности в дизайне То есть, вот уже организовать более творческую группу художников Которая будет уже создавать какие-то вот декор Потому что многие, как бы, ну, когда создают свое жилище, пространство жилое вокруг себя Они не как раз на детали, не обращают внимания Как бы, ну, потом как-то А это очень важно Даже, ну, как бы, великий там архитектор Гауди испанский И он сказал, что Бог в деталях, то есть, в мелочах Поэтому об этом нельзя никогда забывать И поэтому декор, это тоже очень важный момент Обустройство пространства Ну, и также создание образа, да, если украшение Понятно Елена, как вы примкнули к творческому объединению? Как так случилось? Ну, следует сказать о том, что я очень-очень долго искала свой вид искусства Я занималась всем, чем угодно тоже И рисовала, и расписывала, и стекло, и дерево, и, ну, в общем, все И валяла, ну, просто и лепила Руки не для скуки, все, понятно Да, то есть я пробовала Искала себя Да, я искала и нашла Нашла технологию, она называется Папье-Вабоска То есть посредством скручивания бумаги Не путать с квиллингом Это очень часто путают Вот рождаются такие вещи То есть здесь заложена спираль вообще в основе этой технологии И сделать можно все, что угодно Вот начиная от ювелирных украшений Там сумочек Предметов домашнего интерьера Там зеркала, кровати Ну, в общем Кровати, скрученные из бумаги? Да Потому что в процессе скручивания бумага приобретает свойства дерева То есть, когда мы наоборот, из дерева производят бумагу А здесь обратный процесс, то есть обратно мы возвращаемся к дереву Но это не дерево, это бумага Получается так-то, если по сути Но по сути, да Некоторых это, конечно, пугает Но если говорить там каким-то технологическим свойствам То не боится ни влаги А, ну я только сейчас хотела спросить Не дай бог потоп, эта кровать не развалится, если что Ну, если, конечно, долго вымачивать и упорно, конечно, выступит клей Но если... Потом опять же все это просыхает и все хорошо Понятно Оля, как у вас творческий путь складывался? Вообще я пишу картины и рисую с самого детства У меня с 10 месяцев прям интерес к этому Это вот вам родители рассказывали? Да, и рисунки показывали Все время с собой у нас был блокнот и ручка Я ручкой всегда рисовала Вот Писала картины И мне стало интересно потом еще освоить дизайн интерьеров Я пришла к Наталье на курсы И мы как раз познакомились все вместе Так Ну, получается, что вы, начиная с самого-самого рождения Уже так вот Какие техники уже попробовали? На чем остановились? Что больше? Люба, дорого? Ну, техника Вообще я писала акварелью Маслом Конечно, больше всего нравится маслом писать Хотя акварель – это такая живая краска Прозрачная, очень тонкая Тоже очень хорошо Ну, в общем, и так, и так хорошо Друзья, ну что, давайте, может быть, мы с вами немножечко поиграем Так сказать, в понедельник в обид Что лучше поднимает настроение Это правильно? Какой-нибудь замечательный подарок за ваши старания Итак, первым делом, как я уже обещала Будем разыгрывать пригласительные билеты Театр Самарская площадь На показ нового спектакля в этом сезоне Кроткая Спектакль интересный Спектакль создан по фантастическому рассказу Федора Михайловича Достоевского И повествует, цитата О страшном и сложном духовном пути Человеческих душ Бесприютных и одиноких Семейная история Но там есть ограничения по возрасту 16 плюс Вот такой у меня вопрос для вас Если уж мы говорим о Достоевском То предлагаю вам узнать сейчас в описании Одного героя, очень известного произведения данного автора О ком эти строки? Он был замечательно хорош Собою, с прекрасными темными глазами Темно-рус, ростом выше среднего Тонок и строен Если знаете о ком это Давайте будем сейчас и выяснять Режиссеры говорят, что есть у нас телефонный звонок Давайте посмотрим, ответ это или вопрос Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Ольга Ольга, вы заранее позвонили Или все-таки сначала хотели задать вопрос нашим гостям? Ну нет, я хотела ответить на вопрос Ага, то есть вы так готовились Но вы узнали в описании человека? Ой, ну сложно Сложно, конечно А вы так вот просто решили позвонить Думали, я вам сейчас что-нибудь простое загадаю Нет-нет-нет, это премьерный спектакль Поэтому битва должна идти нешуточная Это раскольников, я думаю Конечно, раскольников А зато сначала говорили, что ничего не знаете И ничего не догадываетесь даже А какое произведение-то? Преступление-наказание Читали Да, в школе изучала А может вы даже знаете, какое отчество у Сонечки? Ой, нет Ну ладно, подскажу Семеновна, если что Софья Семеновна, Мармеладова Прекрасная барышня, как описал ее Достоевский Ну да ладно, спасибо вам большое Отправляйтесь на премьерный показ спектакля Кроткая в Театр Самарская площадь Спасибо вам большое за звонок Друзья, ну что Для того, наверное, чтобы понять Сколько творческих людей в Самаре живет Ну, далеко ходить не нужно Каждый из нас что-то делает своими руками Каждый из нас к чему-то прилагает Какие-то свои творческие усилия О том, как творят наши гости Сегодняшние мы обязательно еще поговорим И расскажем В данный же момент предлагаю посмотреть сюжет О том, как дети уже с раннего возраста Приучаются к прекрасному Какие замечательные заведения Их к этому готовят И как они отмечают юбилей Ну, в общем, смотрим А потом возвращаемся в студию Робот на гусеницах энергично колесит по площадке Воспитанник подросткового клуба Бригантина Максим Филиппов Гордо демонстрирует свое создание Робототехникой мальчик занимается несколько лет Рассказывает Сначала помогали учителя А потом и сам смог собрать своего первого робота Это как, можно сказать, какой-то тролль Ну, он бегает, как бы бегает При поднесении к сенсорам, ну, например, какого-то предмета Он вытягивает голову и начинает рычать Робототехника только одно из направлений работы подросткового клуба Всего их больше 20 Ребята занимаются суда и авиамоделированием, радиотехникой, рисуют, поют, танцуют Бригантина – старейший подростковый клуб города Сейчас здесь занимаются более 500 детей Преподаватели стараются находить новые направления работы Чтобы досуг ребят был не только веселым, но и полезным Есть идея открыть не только направление Есть идея открыть музей космической промышленности Самары Есть куда привезти детей, показать, вот с чего развивались заводы Вот кто такой был Кузнецов, вот какие мы строим ракеты Через подростковый клуб прошло не одно поколение жителей поселка Прибрежный От праздного день рождения родного клуба пришли ученики и выпускники Почти полвека работы – только начало Дети и преподаватели уверены – их Бригантина успешно проплывет еще 45 лет Что ж, объединяемся сегодня творчески с нами здесь представители творческого объединения Индиго – талантливые девушки, художницы И не только, которые занимаются всяким разным творчеством О котором сейчас, я думаю, мы будем уже вплотную рассказывать, показывать Начнем, наверное, ну как девушки Все любят всяческие прекрасные украшения, замечательные Вот у нас, так скажем, Елена, как она себя сама назвала Художник-папье-импрессионист Давайте начнем с того, как вообще вы пришли к технике папье И посмотрим ваши работы И вы расскажете, насколько это все сложно Долго давалось и давалось ли, может быть, еще кому-то Я вот тут пока потрогаю, пощупаю Действительно, даже не скажешь, что это бумага Это очень похоже на дерево Как вы к этому пришли? Ну, вообще я увидела просто на девушке такое украшение И просто уже не смогла об этом забыть никогда Хотя пришла учиться только через два года А затем вот начался процесс освоения Остановиться уже было невозможно Вот с июля 2009 года родилась очень большая коллекция украшений Которая была представлена на многих-многих выставках у нас в Самаре В Казани Ну, в общем-то, так еще и по России тоже Понятно Ну, и как вообще вот вы сами это все придумываете? Это все рождается спонтанно? Или это какая-то вот... Ну, все равно же этническая какая-то есть направленность? Или нет? Есть и этническая Есть очень изящные украшения Просто, ну, вот я их не принесла Вот сережки даже есть Да, вообще все обычно, как правило, я все делаю в комплекте И серьги, и кольцо, и пояс, ну, то есть иногда и сумочки Мы видим сейчас ваши работы Рассказывайте, что это Эти костюмы я делала для Павловских сезонов Александра Васильева в 2013 году я участвовала Вот, пожалуйста, как выглядит украшение на живом человеке Это тоже вот одно из платьев А что там за техника? Тоже такая же? Это тоже самое, да То есть внизу это тканый костюм А сверху одевается как большое платье украшение То есть оно полностью сплетено Фиксируется И, то есть это и головные уборы тоже То есть вот было пять костюмов сделано Скажите, пожалуйста, а вот... Вот это кровать Друзья мои, ну и не скажешь, конечно, что это бумажная кровать Очень как будто тонкое плетение действительно из дерева Кто спит на этой кровати? Я Понятно Кстати, вот тот самый рюкзачок, который тоже сегодня Елена принесла Такой планшетик Пожалуйста, складывайте туда все, что в вашей душе угодно Легко можно, да? Брюки превращаются, да? Улигантные шорты, рюкзак, сумочка и так далее Все себе оставляете или все-таки продаете? Как это все с этим расстаться-то совсем? Изначально очень не хотелось расставаться Столько труда вложено Да, а сейчас, ну, так как большая коллекция родилась Поэтому хочется делиться с людьми этим, конечно Как в обиходе вот эти все украшения? Нужно ли за ними как-то специально ухаживать, протирать, я не знаю, там, чистить или что-то еще? Сохранить с другими какими-то видами Все абсолютно просто Как обычное украшение Вот на кровати в кокошнике, пожалуйста Да, 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 и платье там тоже Это вот вблизи Что за камешки используете? Камни разные используем В основном натуральные Ну, вот здесь вот очень много стразы использовано Это выставка «Свадьбы твоей мечты» Как вообще реагировали люди на ваши вот такие вот рукодельные? Очень бурно Что говорить, потрогать Подходили, да, спрашивали, удивлялись Да, удивлялись, восхищались Дорогостоящие ли это вообще занятия использовать? Вот бумага, какая бумага идет? Бумага используется самая разная Есть так называемые структурированные То есть здесь используется тонкая Она как, ну, выглядит она как рулонная бумага То есть обычная снегурочка не подойдет? Подойдет Подойдет, да Допустим, вот это вот как раз есть Обычная снегурочка Я посмотрю поближе То есть вы еще какие-то вот картины, иконы, что-то там Иконы, зеркала, да, обрамления Все это стоит и, как говорится, простоит еще, да? Да Девушки, у вас есть что-то дома Еленина? Нет, у нас дома нет Как говорится, сапожник без сапог Ну, вот зеркала, например, в интерьере заказчиков Которые, то есть у нас был разработан дизайн-проект И уже впоследствии там все это использовалось Понятно Ух ты И сколько времени примерно вот уходит на оформление такого вот замечательного Вот, допустим, кокошника Ну, кокошник это минимум две недели Минимум, если заниматься этим Сколько же вы делали кровати? Потому что каждый вот, ну, каждый просто завиток, он сделан вручную Скручен и сделан вручную То есть это не какие-то заготовки Все начинается с бумажного модуля Просто нарезается бумага и пошел процесс скручивания сначала бумаги Не дает покоя кровать вообще, если честно Сколько вы на нее потратили? Месяцев пять где-то Месяцев пять Все это дома, да, делали? Да Крутили, крутили, крутили Нет, достаточно вот такого места, чтобы сделать такую кровать Ну да На самом деле все равно, мне кажется, все это очень так интересно, очень забавно и заманчиво Друзья, если есть у вас какие-то вопросы к нашим сегодняшним гостям, звоните, не стесняйтесь 202-11-22 Телефон прямого эфира Может быть, вы хотите похвалиться каким творчеством, вы увлекаетесь Может быть, хотите что-то спросить, милости просим в наш прямой эфир Ну что, наверное, перейдем к следующему нашему мастеру, Наталье Расскажите вообще, вот что есть сейчас в вашем арсенале? Вот если по пальцам загибать, какие виды творчества представлены? Очень разнообразные Ну как так жить-то, я не знаю, как не разорваться? Ну так, то есть и декупаж, и скраббукинг Ну если декупаж, это украшение любой поверхности, в принципе, как бы можно обратный декупаж, прямой декупаж То есть это когда используются какие-то бумажные тоже носители, там это для творчества салфетки, даже можно обычные салфетки, которым мы пользуемся на столе А есть рисовая бумага, где нанесен рисунок И уже можно любое, даже стекло, дерево, металл, любое, то есть можно сделать, ну как бы декупажную вещь И в принципе это много используется в интерьере, те же табуретки очень старые, старые, страшные, мебель, комоды, все это можно с помощью декупажа в этом Также в принципе можно расписать, тоже росписью занимаемся По дереву роспись тоже делаем, как бы вариантов множество, то есть роспись по стеклу, то есть много Как это все хранить? Дома у вас тоже все расписано, все украшено, самолично сделано? Ну нет, я как говорила, это сапожник без сапог некогда на себя, потому что когда живешь в ремонтах, в творчестве, вот кому-то всегда что-то делаешь, тоже на себя этого не хватает Конечно, картин у меня дома много, пишу я много тоже, и это, ну как бы картин, да, и десят Посмотрим, да, работы Натальи, вот мы сегодня еще, вы принесли к нам для эфира работы, я думаю, что как раз таки можно на них посмотреть Вот это чья замечательная картина? Это Ольги. Это Ольгина картина, да, ну мы к Ольге перейдем плавно, Оль, чем пишете здесь? Вам маслом Я маслом, да, пишу Это вот акварель Это Наталья Это мое, да, как раз таки Наталья, замечательно Где вдохновлялись мельницей, домиками? Ну, тоже нужно было в интерьер написать, надо было быстро это сделать, пришла идея, быстро это реализовалось Ну как быстро, как можно взять вообще? Вот эти ваши докупажные часы, да? Да, это часы, докупаж как раз очень тоже интересно А где основы берете, вот эти домики все и так далее? Ну, это заготовки покупаются, но так в принципе Я думала, что вы еще и строгаете, там кто-нибудь вы пили Ну да, можно, да, это тоже как бы, в принципе, это все применяется, что можно сделать с ручной работой, то есть мы все это делаем В принципе, это можно заказать у плотников тех же, которые все это выпилят, а дескиз все это сделают Ну, так же сами тоже принимаем иногда участие В принципе, для часов, для круглых можно использовать старые виниловые пластинки, это очень модно, кстати Ух, тесно, здорово Ее нет, но это тоже маленькие собачки где-то бегали на площадке Было, это было странно, быстро, очень нарисовано Это карандашная техника В принципе, работаю любым материалом, вот масло, например, венецианские маски Я вижу, там прослеживается периодически такая вот у вас тема, нравится очень, да? Да, 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 да То есть, как бы, ну, в принципе, вот часы и здесь вот как раз картина, как бы в одной стилистике Да, то есть, вот уже Ольгина работа Оль, ну это что-то вообще невероятное Сериализм Сериализм, да, действительно Что ж, у нас еще, да, еще кроме Елены, Наталья тоже подготовила свои фотографии для нашего эфира Давайте посмотрим, уж поразглядываем повнимательнее Ну, это вот скрабукинг, это открытки, то есть, это, здесь как раз декупаж использован для картинки То есть, совмещается, приятность полезна, точнее, приятность приятна То есть, вот это тоже декупажная картинка Дед Мороз, то есть, она объемная, в несколько слоев Это картина маслом, в терьере висит Это где? Прованс Прованс То есть, это тоже с натурой? Виды Прованс Нет, это уже, конечно, с фотографии Это вот часы, здесь используется натуральное кофе в декоре То есть, вокруг пахнет Это батик, тоже вот Батик, то есть, еще и батиком занимаетесь Да, да, да То есть, это батик на шелке Ну, тоже вот скрабукинг Используются скрабукинги и бусины, и все То есть, это тоже батик, тоже в интерьере висит работа Ведь батик, это тоже достаточно кропотливая работа Просто так не начнешь рисовать Это вот поздравление на свадьбу Это сделанная для яиц на Пасху Старая табуретка Жила-была, надо было фото до и после осуществить Это пастель Тоже другой уже вид этого материала То есть, пастель Это роспись стены В салоне красоты Расписана вот такая виньетка Это тоже вот скрабукинг Проводите ли вы мастер-классы какие-нибудь? Обязательно Расскажите, как вообще попасть к вам И, например, кто может для детей или для взрослых Или для совместных каких-то семей Ну, как бы мы работаем с детьми и со взрослыми Проводим мастер-классы по всем нашим направлениям Водокупаж на металле тоже Весной запахло Весной Линечки Росписи стекла В интерьере Это расписано То есть, как бы пастель Мастер-класс мы проводим по любым направлениям То есть, и по Лениному как раз направлению По украшениям для интерьера И по декупаже По скрабукингу И непосредственно даю уроки живописи То есть, когда с нуля начинает человек рисовать Батик Батику обучаю людей, которые не умеют рисовать Это я Можно прийти? Можно Приходите То есть, это как бы В принципе, все, что мы делаем Мы также проводим мастер-класс Делитесь, не зажимайте Как некоторые Очень хочется уже, да, поделиться Ну, мало того, что я как бы еще преподаю дизайн По интерьеру То еще и вот мы проводим обучение Уже по всем направлениям, в которых мы трудимся Ну, и, конечно, вот, например, еще Ольга Тоже дальше расскажет Конечно, расскажет И расскажет, и покажет По мастер-классам Хотела сказать, что я еще могу проводить мастер-классы Для людей с ограниченными возможностями Потому что это тоже, ну, я считаю, важно Ну, что вот у вас было уже интересного, если У меня была группа Ну, я тогда работала в центре семья И у меня была вот группа именно таких ребят Очень интересно все Была лепка у нас Они все с собой забрали, родителям показывали Да, они забирали все это с собой Дарили друг другу Также мы рисовали с ними Открытки делали Все это очень интересно Ну, это здорово, наверное, да? Сейчас пришло время для второго вопроса Разыгрываем билет на концерт группы On The Go 13 февраля Ночной клуб «Звезда» Группа действительно наша местная Из Самарской области Концерт у них был на телеканале «Дождь» Выступали они на пикнике, а фиши Их очень успешно там принимали Колесили с туром Вместе с легендарным коллективом «Хертс» И сейчас для вас вопрос Такой, ну, не знаю Отгадаете, не отгадаете Будем рады вашим звонкам 202-11-22 Ну, вот говорю Наши местные ребята Так в каком же городе Самарской области Родился коллектив On The Go Какой город является родиной, группой И три варианта ответов Самара, Тольятти или Сызрань Звоните 202-11-22 Но для вас у нас тоже есть Еще интересная информация Фото-выставки, которая открылась совсем недавно Давайте посмотрим И вернемся в нашу творческую студию Вот так закалялась сталь На металлургических заводах А это парад военной техники На Красной площади в 1940 году Всего более 100 фотографий Сделанных еще до Великой Отечественной войны За каждым снимком на этой выставке Своя история Однажды автор Аркадий Шайхет Чуть было не погиб Снимая Киевский вокзал в Москве С огромной высоты Шагнул в пустоту И повис на таком-то крюке Ну дальше его сняли Пошел в редакцию Отдал негатив И сделали эти снимки Куратор выставки Она же внучка автора работ делится Здесь собрана только третья часть фотографий деда Аркадий Шайхет Родился в 1898 году на Украине Позже переехал в Россию Устроился в фотоателье А позже стал штатным фотографом Несколько советских газет Благодаря чему объездил полстраны Нужно было показать то основное Ради чего он туда приехал И запечатлеть это для неграмотной страны Значит эта фотография должна была быть почти словом Выставка фотографий Аркадия Шайхет В галерее Виктория будет работать до 1 марта Ну что друзья Наше творческое объединение продолжает свою работу И совсем недавно Буквально пару минут назад Мы задали вопрос Родина Какой же город Самарской области Точнее является родиной группы On The Go На концерт которой мы разыгрываем пригласительные билеты Звоните если знаете 202-11-22 Но у нас сегодня в творческом объединении Много разных техник Много чего интересного Я думаю сейчас самое время передать слово нашей Ольге Ольга ну рассказывайте Давайте фотографии сейчас ваши посмотрим Как тоже не растеряться Не разорваться Не потерять себя Вот во всем этом Не знаю невероятном творческом поиске Это очень интересно Менять направление Не надоедает ни одно из них И поэтому И для свадеб Там что-то делать Флористика Вот например Да На Новый год Такие веночки мы делали То есть вы больше так руками 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 Еще и рисуете Да руками Что это? Что-то съедобное? Это был букет из медвездей Как раз скоро у нас такие праздники как День влюбленных День влюбленных 8 марта Букет из мишек Очень хороший подарок сейчас Это актуально Откуда вот это вот Замечательные виды? Я так понимаю Это местные А предыдущие? Какие-то я делаю сама фотографии И с них пишу То есть не выезжаете на натурные такие вот Ну при возможности конечно выезжаю Это вот тоже дачу У меня захотела Знакомая свою дачу На память? И написала Да Это Сочиняла я эту картину А вы пишете дома Или есть мастерская какая-то? Дома у меня целая комната Как мастерская Туда все могут заходить Или только мастер? Мастер закрывает на ключ Могут все заходить Кого я приглашаю Друзья Приходите Это был диплом У нас была выставка В Госдуме проводилась Там висели работы А что можно делать с этим букетом Из мишек Вот если честно? Наслаждаться Его разобрать можно? При желании можно и разобрать Но лучше поставить его В какую-нибудь вазочку Когда будут живые цветы В эту вазочку поставить живые цветы А потом живые цветы убрать И туда опять этот букет Вот Это отпечатки ручек детских Для малышей Для малышей Два дарки тоже есть Выглядит очень мужественно Хоть и девочка Торт из памперсов Да, я понимаю Еще и такими Занимаетесь Подарочными Замечательными вещами Торт из памперсов Цветы В виде цифры 30 То есть в принципе Называется Все что душе угодно Попробую А вдруг получится Да Это вот Да Что там было Снесли уже Наш речный упор Там как раз фотография была Ну а вместе Вы что-то делаете Вот так вот Что пришли не каждый по отдельности А что-то вместе Ну допустим В тот же интерьер Дизайн интерьера То есть Лена может там Сделаться какой-то В своей технике Зеркало оформить Или еще что-то Там То Оля может расписать стену Еще Как бы я тоже могу Мы как бы все это Можем делать вместе Например взять какой-то Один объект И уже его Как бы Облагородить Да, облагородить Если это Непосредственно Например Создание образа Да, то есть мы придумываем Уже какой-то образ Для девушки Если это То есть Лена создаст украшения Оля может расписать Если что Можно сшить То есть мы придумываем Костюмы Обязательно этой девушке Там Ну или женщине Я Батяки В стиле батик Расписываю ткань То есть украшения Все это можно как раз Сделать вместе Но придумываем Создаем образ Мы все вместе Сообщем Сообщем А у нас есть телефонный звонок Давайте принимать Алло, здравствуйте Как вас зовут? Оксана Оксана, очень приятно Оксана Вы творческий человек Скажите? Да Что-нибудь своими руками Можете делать Мастерить? Ну я Больше Люблю всякие сценарии Придумывать Ага Понятно То есть вы такой тоже Творческий Творческая интеллигенция Но пишущая Я так понимаю Да Понятно То есть никогда Ничего своими руками Не мастерили? Нет Ну может быть пора начинать Я не знаю В конце концов Это модно сейчас Ну что Оксана Давайте отвечайте на вопрос Какой же город Нашей области Является родным Для коллектива Онзэгоу Мне кажется Это Тольятти А почему вам так кажется? Ну не знаю Женская интуиция? Да Наверное Наверное Она вас не подвела В этот раз Это действительно Тольятти Отправляйтесь на концерт Изи Музыка всегда Настраивает На такое хорошее настроение 13 февраля Ночной клуб Звезда Спасибо вам большое За звонок Ну друзья Если вы еще Не успели Поделиться Какими-то своими Творческими Может быть мыслями Или задать вопрос Нашим гостям Используйте телефон Прямого эфира 202 11 22 Милости просим И немножко времени У нас еще есть Для того чтобы Пообщаться с вами Здесь в студии Ну а я просто Хотела спросить Вот допустим Просто прийти к вам Куда-то Вообще такое Можно осуществить? Ну естественно У нас есть мастерская Где мы можем проводить Мастер-класс Там мы проводим их Обучаем То есть Она конечно не очень большая Но позволяет в принципе То есть да Можно прийти Можно в принципе У нас там Узнать и вконтакте Естественно Есть своя группа Ну вы дружите Скажем Вне творческой жизни Да Мои друзья То есть бывает так Что вот Я не знаю Объединение какое-то Триумвират Который Поработали Спасибо девочке Не беспокоить меня До следующего У нас наверное Как бы мы на энергетическом уровне Каком-то очень совпадаем И поэтому нам комфортно Вместе Мы да Какие-то праздники проводим вместе Ну вообще То есть сначала Как бы может быть С Леной у нас был Сначала как бы тандем Дружеский А потом уже это все переросло А давай-ка Да Начнем работать Ну как бы каждый Учились вместе с ней В университете А уже как бы Потом пошли Немножко по другим По разной дороге Разошлись В принципе дружили мы Не переставая Но вот творчестве Решили что уже нужно Объединяться Как-то более Поддерживать друг друга Ну и Как бы в этом во всем Да Реализовываться У нас есть звонок Давайте принимать Алло здравствуйте Как вас зовут? Здравствуйте Меня зовут Людмила Людмила У вас есть вопрос К нашим гостям? Не вопрос Я хотела пожелать Творческой Группе Индиго Просветания И дальнейших Творческих успехов И я хотела передать Передать ее Наталье И сказать тебе Большое спасибо За ее мастер-класс Да Люда Я тебя узнала Вот Это здорово Так всегда приятно А на каком мастер-классе Вы встретились? Поделитесь пожалуйста На батике И скороблкинге Что вы Это все Как бы Впитали в себя Что применяете В жизни сейчас Или забросили? Нет Не забросили Мы Стараемся Дальше продолжать Начатое Понятно То есть вы уже Чем-то можете Похвастаться Своими какими-то работами Для близких Для друзей Говорим это все Ой здорово Тоже рукодельница Мастеритель Людмила Спасибо вам большое За звонок А может ли кто-то Из так скажем Рукодельниц Мастеров к вам Примкнуть И как-то предложить Себя тоже В качестве творческой единицы Да обязательно У вас какой-то кастинг Я не знаю Что-то есть? Ну Нет Мы наверное Просто как бы Будем общаться Прежде всего То есть Разговаривать Смотреть Что человек умеет Конечно Все должно быть Эксклюзивно То есть он должен Предложить это Не просто там Если ты научился Там чуть-чуть докупаж И сразу как бы Это Придешь и будешь Там ваять Это нет Это надо как бы Понимать Что ты должен быть Все-таки эксклюзивным Даже в том же докупаже И это должно быть Что-то свое Ну как бы Не то что только свое Как бы Ну любой художник Он оставляет в любом изделии Если это художник Естественно Он оставляет Частичку себя Частичку себя Как раз Как раз и бывает Что вроде бы Обычный какой-то Декупаж Да там А так это смотрится Красиво Так это Как бы Хочется это подарить Да Хочется этим поделиться Хочется это Себя поставить Вот это должно быть Такую удивительную семью Вам большое спасибо Что пришли Девушки Творите Учитесь Что-то новое Может быть осваивайте Потом приходите Там рассказывайте Потому что То что вы сегодня Тут показали Конечно Красота невероятная Но вам друзья Желаю хорошей Трудовой недели Здоровья Берегите себя Ну и попробуйте Что-нибудь все-таки Мастерить своими руками Это же так здорово Тем более Столько праздников Впереди До встречи